О! Я вас не заметил, просто слушал анти-хайп-трейн, и могу сказать, что я его дослушал, а рецензию по этому поводу вы, наверное, уже не сможете посмотреть, хотя если вы смотрите видеоролик, там, после секунды того, как вот он вышел, то, наверное, сможете посмотреть, а по-другому, ну, я не думаю, что это возможно, однако, я послушал анти-хайп-трейн, и знаете, что могу сказать, альбомчик, микстейпчик и вообще все вот эти вот дела чуваков из анти-хайпа, это отлично, однако. Аризона, рули Плей Феникс, айпи, а также мой никнейм Данте Коннор, а также мой промокод ноутоксик54, а также все прочие вещи находятся в описании данного видеоролика, вы можете туда зайти, там, все это сделать, там, все это поделать и так далее и тому подобное, давайте приступим ко всему этому. Сегодня, если честно, я заступаю на такую, знаете, тропу войны, я вступаю буквально на... я рискую собой и своей мамой, потому что вот этот вот человек справа, вот я сейчас вам его открою на полный экран, вот этот вот человек справа в нижнем углу, вот он любит, знаете ли, жаловаться мамам, ну, ничего не может с собой поделать, просто вот жалуется им и все. Однако, давайте начнем просмотр видеоролика, посмотрим, что этот стукач там сделал. Где-то наушники, что-то тут, блядь, то есть все. Ребят, это снова мои... Да, да. Уже будни читера. Офигеть. Если вы помните, что читерить на Аризоне запрещено... Ну, конечно, а ты будешь... Сегодня мы будем... Всем запрещено, конечно, а вот эти вот все, сам ютубер будут, хпф, блядь. ...будать с вами на обновленной работе таксиста немножко нестандартным образом. Каким же? Самое главное, ребят, я вам хочу сказать, это то, что нам совсем чуть-чуть осталось до кругленькой цифры. Офигеть. Вы, пожалуйста, ребят, подпишитесь на мой канал. Просто жесть. Огромное всем спасибо. Как же так-то это все происходит? Вы, конечно же... Просто полюбуйтесь, ребят, на какой машинке я сегодня буду разговаривать своих клиентов. Конечно, согласитесь, что немножко странно будет выглядеть, что я буду читерить на этой BMW. И вот с этой шашкой такси. Потому что если вы не знаете цену на эту шашку, то лучше и не знать. Но для того, чтобы меня не кикал античит, я выдал себе на этот аккаунт админку. И я, как всегда, напомню, ребят, что читерить запрещено на Аризоне. И то, что я читерю на видео, я делаю это для развлекательных целей. Но вам я этого делать не советую, просто категорически. Не будем. В телефоне у нас есть вот такое приложение Driver. Здесь, получается, показано мое имя. Джоан Пёрнул. Модель нашей машины. Отлично, нет, вот это вот юмор его, это просто замечание. Это отлично, это просто лучший юмор, который я только слышал. Кстати, она бизнес-класса. Вот, то есть, вот это вот опять растягивание хренометража, это полное говно. Давайте вот просто уже посмотрим, что он там делал по итогу. Я, насколько знаю, полицейским, кадетам нельзя вообще выезжать из ЛСПД. Но он меня просит довезти его в СФ. И давайте в этот раз мы максимально нагло поступим и просто тэпэхнемся. А до этого ты как делал? Что до этого-то было? Что? Как? Что такое? Блин, что? На парковку. Какую парковку? Их мы... Их... Их куча. Думаешь? А на чай. Если он мне даст на чай, я не знаю. Ого. Он мне перевел 10 тысяч. Спасибо. Так, у нас еще один клиент. Большое спасибо, пожалуйста. Только быстрее, пожалуйста. Я осуждаю все вот эти букмекерские компании, но ставьте, если вот мне заплатят, тогда ставьте. Это все, конечно, очень хорошо, но просто посмотрите его описание. На вид 17 лет, а в душе на 5, и я люблю ваших мам. Не надо. Так, давайте... Тогда он-то тоже любит вот так, знаете, только вот не в том плане, а писать вот он ему любит. Типа, ваш сын занимается тем-тем этим. Ну, типа, бывает такое иногда. Сейчас слегка прям вот так вот читернем, перелетим, допустим, вот так вот на другой берег. Ага. Он вообще это заметит сейчас или нет? Ты чё, читеришь? Нет. А как ты летел? Не знаю. Давайте сейчас немножечко преодолеем расстояние телепортом. Э! Ты читеришь? Что это? Он сдох. Немножко не довез. Прикольно. Ну, у него все так умирают. Так, я только что принял вызов, и просто посмотрите, чей. Это тот же самый парень, который только что трагически умер у меня в такси. Офигеть. То есть он жив получается. Так, давайте для начала тэпнемся. В отель гетто. Давай тэпнемся. Вот этот парень попросил. Просто вот так вот максимально нагло тэпхаемся. Ну, тэпхаемся реально, можно срать. Ахахах. Хахах. Отель гетто, пожалуйста. До свидания. Мне нравится. Да, конечно, еще бы тут не нравилось. Так, немножечко подлетим. И немножечко вот так вот срежем маршрут до шахты. Чего, блин? Ахах. Айшу травят, кстати. Ха. Ты нафиг летишь. Давайте еще пару раз вот так вот потэпхаемся здесь. Дай денег. Да, мало того, что его вот так вот быстро довезли, ему еще и денег таксист передал. Офигеть. Короче, повезло очень этому парню сейчас. Жесть. Быстро, нет. Быстро, все. Удачи. Офигеть. Меня в букмекерскую контору. Да, я, конечно, прям очень сочувствую этому парню, потому что он так и не доехал до сих пор до этой конторы. Отлично. Ну, он все продолжает просто смеяться. Ну, конечно, да там все люди такие вот, с которыми ты едешь. Ему комфортно. Какие читы еще есть? Да я не читерю. С чего ты взял? Ну, конечно. Вообще без читов. Все, приехали. Все, уже все отлично. И снова мне передали 10 тысяч. Отлично. Здравствуйте. Потому что, может, максимум 10 тысяч или максимум 50 тысяч. Здрасьте, вас куда? Доброго времени. Озвучка отлично, то есть, стрейф стайл, это прям, знаешь, типа, ну, это отлично, это прям замечательно, это прям круто, ты молодец. Суток. Мне в спортзал ЛВ. Так, у нас два сейчас клиента какие-то прям очень вежливых. Одному нужно в спортзал ЛВ, а второй меня спрашивает, куда ему лучше сейчас поехать, чтобы зарабатывать деньги. Сейчас я чуть-чуть нажимаю. Спидхак, не знаю, можно чуть-чуть, якобы, случайно подрубить флайкар. Ой. Случайно подрубил. Ну и, в принципе, такими темпами мы доехали до спортзала. То есть, всем просто поебать, ну, как и ожидалось. Не заметил. Благодарствую. У нас остался вот этот парень, который вообще не разбирается. Мне надо заработать денег. В принципе, я не знаю, ему, конечно, лучше выполнять квесты. И я ему сейчас об этом как раз-таки и скажу. И я ему еще предложил доехать до шахты, чтобы там он немножечко поработал. Я дам ему денег на всякие вот эти кирку и так далее. И вот, честно, мне сейчас не особо хочется поджимать. Потому что это все-таки новичок. Но давайте совсем немножко это сделаем. Это что? Перестань. Я не поеду. Я сейчас пожалуюсь на тебя. Вот этого я сейчас вообще не ожидал. Я ему дал сейчас 50 тысяч на то, чтобы он сейчас здесь начал работать. И, ребят, я думаю, что... Представляете, человек впервые заходит в GTA сам тут такое говно. Наверное, лучшая реакция за сегодня. Объясню почему. Это шахта? Да, вот здесь можно работать. Реально и зарабатывать деньги. Мы за сегодня, ребят, отвезли около 10 человек. И вот этот парень меня прям по-настоящему удивил. Если те ребята уже с прокачанными аккаунтами хотели, чтобы действительно их просто побыстрее отвезли, то вот этот новичок... То есть нарушители некие, да? ...потел на меня внимание, что я читерю. Сделал мне за это замечание и даже пригрозил пожаловаться на меня. Согласитесь, это круто. Я не ожидал это именно от новичка сервера. А еще я бы, блин, капец, как вспотел. Ну и, как всегда, ребят, напишите в комментарии, как бы вы отреагировали на такого таксиста-читера. И если вы бы отреагировали так же, как сегодняшний вот этот новичок, вы были бы просто красавчиками. Так и сделаем. В общем, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Данте, не жалуюсь о маме, пожалуйста. Запускаем хэштег, пишем, ставим комментарии. Влад Бумага, Влад А4. Сейчас тоже вылезут все эти плашки. Все будет отлично, все будет круто. До свидания, пока.